Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. В Самаре отметили День города. Торжественная церемония возложения цветов прошла на Аллее Трудовой Славы, где в прошлом году появился мемориальный комплекс «Самара – город трудовой доблести». Труженикам сферы городского хозяйства, медицины, образования и культуры вручили награды. В День города глава Самары Елена Лапушкина отметила лучших. Глава города Елена Лапушкина, представитель городской думы Алексей Дегтев и главы департаментов администрации встретились с делегацией города-партнера Уральска. Какие вопросы обсудили с гостями из Казахстана? Более 84% многоквартирных домов Самары уже готовы к отопительному сезону, о чем свидетельствуют внесенные данные в электронную систему ГИС ЖКХ. В остальных домах либо заканчивают проверку тепловых коммуникаций, либо уже проверили, но еще не внесли соответствующую информацию в систему. Управляющим организациям и ТСЖ необходимо внести эти данные до 15 сентября. Глава Самары Елена Лапушкина на еженедельном рабочем совещании в администрации города поручила главам районов проконтролировать исполнение этих сроков, так как в случае низких температур уже в ближайшее время отопление начнут подключать. А также проверить у всех обслуживающих компаний наличие техники и бригад кровельщиков. Я обращаюсь к главам внутригородских районов. Пожалуйста, но внимательно отследите все договора с управляющими компаниями по привлечению дополнительной техники по бригадам на кровли. Связать удаленные районы города с историческим центром. Такая задача стоит перед станцией метро «Театральная», которая активно строится. В связи с этим возникла необходимость расселить жителей из домов, находящихся на пути идущего под землей тоннеля. Но не все согласны на те суммы, которые им положены по федеральному закону. Какие решения были приняты на встрече с депутатом Госдумы Александром Хинштейном – в нашем сюжете. Связать удаленные районы города с историческим центром и запустить масштабные программы комплексного развития в советском, промышленном и кировском районах. Сократить интервалы движения поездов в подземке и в целом улучшить транспортную доступность. Такие надежды выслагаются на первую ветку Самарского метро. Сейчас идет строительство последней станции «Театральная». Но думая об удобстве одних жителей города, нельзя забывать о других. Тех, чьи дома попадают под расселение. Ситуацию у всех разные. Кто-то проживает на собственных площадях, другие – в квартирах социального найма. А значит, и решаться вопросы с их расселением будут по-разному. Но при этом в приоритете – адресный индивидуальный подход к каждой семье. На встрече депутата Государственной Думы Александра Хинштейна с жителями прозвучал ряд мнений, и горожане задавали интересующие их вопросы. Скажите, пожалуйста, почему нельзя станцию перенести с Галатионовской на площадь Куйбышев? Представители областного министерства строительства разъяснили жителям, что возведение подземных инженерных сооружений – процесс технически сложный, сопряженный с массой градостроительных ограничений. Ведь речь идет не только о самой станции, но и о ведущем к ней тоннеле. И в рамках существующей самарской застройки выбрать иной маршрут, который соответствовал бы всем градостроительным нормам, не затрагивая памятников истории, культуры и жилые дома, не представляется возможным. Есть и работы, не менее важные, чем непосредственно возведение станции. Учтены технические условия для выноса инженерных коммуникаций. Это касается сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электрических кабельных линий и кабелей связи, газовой магистрали. Расселение из зоны метростроя – еще один аспект. Согласно федеральному закону, метр жилья оценивается по средней рыночной стоимости, которая на сегодняшний день составляет 70 тысяч рублей. Но некоторым жителям принадлежит всего 10-12 квадратных метров. Купить квартиру на полученную компенсацию в таком случае они не могут. Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил сделать так, чтобы собственникам жилья, если оно единственное, оплачивать площадь из расчета не менее 33 квадратных метров. Площадь больше 33 метров – такой же подход. Минимальная оплата – 70 тысяч по фактической площади живой. В случае, если оценка больше 70 тысяч – по оценке. Если житель не согласен с той оценкой, которая выше 70 тысяч, но его не устраивает, он оспаривает ее в суде. Некоторые жители уже получили компенсацию за жилье и недовольны суммой. В случае, если областное правительство поддержит предложенную Александром Хинштейном схему, меры будут распространяться и на них. Три месяца с момента того, как дали нам на руки постановление. Вот сейчас будет обсуждаться хорошее предложение, которое были сейчас здесь озвучено. Не получится ли так, что пройдет три месяца и нас выселят по закону? Нет. Я вам это говорю со всей ответственностью. Выработанные совместно с Минстроем и мэрией предложения вынесены на обсуждение с губернатором. Концептуально они поддержаны, сообщил Александр Хинштейн сегодня в своем телеграм-канале и выразил надежду на то, что будут оформлены в виде регионального закона. Эти предложения решают проблемы абсолютного большинства, а прежде всего жителей аварийных и ветхих домов, коммуналок. Ситуация с расселением находится на контроле главы Самары Елены Лапушкиной и главы Ленинского района Елены Бондаренко. В районной администрации со всеми желающими с 5 сентября работает юрист. Помощь оказывается бесплатна. Житель каждого дома, подлежащего расселению, на учете. Спасибо администрации города и спасибо администрации Ленинского района, непосредственно вашей главе, Елене Бондаренко и Елене Лапушкину. Спасибо вам прекрасно, без иронии говорю Елену, за то, что они на стороне людей. Хотя ни Бондаренко, ни Лапушкина в этом формальном процессе участия не принимают. Это решение правительства области, это работа Минстроя, но город, городские и районные власти, и это очень хорошо, не могут жить в отрыве от людей, не могут вас бросить. И я вас не могу бросить, как ваш депутат. Жителям также напомнили, что переселение из домов, оказавшихся в зоне строительства метро, необходимость, связанная с обеспечением безопасности и комфорта, соблюдением санитарных, вибрационных и акустических норм. Виктория Шарая, Константин Головин. События. В России завершились трехдневные выборы. Они проходили в 82 регионах нашей страны. На территории Самарской области избирали депутата Самарской губернской думы седьмого созыва по Красноярскому одномодатному избирательному округу номер 14 и более 40 депутатов представительных органов муниципальных образований. Тему продолжат наши корреспонденты. Прийти на избирательный участок самостоятельно Анастасия Анушина не смогла по причине болезни, но исполнить гражданский долг и проголосовать за выбранного кандидата девушки помогли в участковой избирательной комиссии. Я позвонила, обратилась в просьбу, чтобы пришли на дом, где я проголосовала. Просто я сегодня приехала с больницы. Как гражданин России, как не проголосовать. Восемь адресов у нас, по которым мы должны проехаться, и там уже люди будут голосовать. То есть звонки были по телефону получены, с тем, что люди не могут прийти на избирательный участок в связи с болезнью. Чтобы контролировать соблюдение закона и процедуру выборов, для этого более 200 человек прошли специальное обучение. В этом году на территории нашего региона избирали депутата Самарской губернтской думы седьмого созыва по Красноярскому одномандатному избирательному округу номер 14 и более 40 депутатов представительных органов муниципальных образований. Работу наблюдателей координировал общественный штаб по независимому наблюдению. В этом году в его состав вошли генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун, председатель квалификационной комиссии Палаты адвокатов Самарской области Алексей Кокин, заведующий кафедрой педагогии Самарского филиала Московского городского педагогического университета Игорь Носков, директор Самарской региональной общественной организации «За информационное общество» Анастасия Кнор. Председателем общественного штаба стал заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского университета Виктор Полянский. «Выборы, на мой взгляд, организованы на высшем уровне, на 100%. У нас присутствуют наблюдатели от разных партий. Работа у нас выстроена очень грамотно, правильно, с точки зрения закона. Вся легитимность выдерживается». Во время трехдневных выборов в нашем регионе было открыто 190 участков. Избиратели могли проголосовать с 8 до 20 часов. «Это мои вторые выборы. Я выбираю все это во благо России, чтобы жилось хорошо всем людям». На всех избирательных участках соблюдали санитарно-педемиологические требования, а для голосующих на дому были предусмотрены персональные ручки, перчатки и маски. Ольга Павлова, События. В администрации Самары состоялась встреча с официальной делегацией города-партнера Уральска. Глава города Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев и главы департаментов администрации обсудили с гостями из Казахстана экономические и культурные связи. Договорились о дальнейших совместных проектах и обмене опытом в вопросах городского хозяйства. На встречу побывала наша съемочная группа. Администрацию Самары посетила официальная делегация из Уральска. Города являются партнерами с 2009 года. Уральск – крупнейший центр в западной части Казахстана на реке Урал. В городе активно развиваются энергетика, машиностроение, пищевая, мукомольная и строительно-материальная промышленность. Гостей встретила глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев и главы департаментов администрации. Рада вас приветствовать в нашем городе. Наверняка вы уже слышали частично о нашем городе, что это большой город. В городе проживает миллион 173 тысяч человек. Это по последней переписи уже официальные данные. Конечно, наш город и промышленный, и космический, и научный, и культурный. У нашего города очень интересная история и богатая история. Уверена, что в наших взаимоотношениях будет долгий период времени дружбы, и, конечно, мы получше узнаем. Делегация из Казахстана поздравила самарцев с Днем города. В этом году областной столице исполнилось 436 лет. Хочу поздравить жителей города Самары, вас, коллектив, коллег с Днем рождения города. Исторически между нашими странами сложились естественные экономические, политические, культурные отношения. Они всегда строились на принципах добрососедства. Сегодня мы также продолжаем взаимовыгодное сотрудничество на новом уровне, этапе сохранять теплые, добросоветельные отношения и традиции. Участники встречи договорились о дальнейших совместных проектах, обмене опытом в вопросах городского хозяйства и расширении связей в бизнес-сообществе. Сегодня более тысячи предприятий Самарской области взаимодействуют с партнерами из Казахстана. Наибольший товарооборот мы наблюдаем в промышленном секторе. Это поставка машин, оборудование, продовольственные товары, сельское хозяйство. И, по наш взгляд, был бы целесообразным для придания дополнительного импульса развития, обменяться бизнес-миссиями, где мы пригласили торгово-промышленную палату, наши общественные организации, бизнес-сообщества. Гости из Казахстана пригласили поучаствовать в промышленных и агропромышленных выставках, которые пройдут в Самаре этой осенью, и поделились опытом организации продуктовых ярмарок в городе. Руководитель Департамента образования города Ирина Каковина рассказала о развитии школьных музеев и совместном участии детей Самары и Уральска в спортивных турнирах, в том числе в турнире по корейскому боевому искусству «Хапкидо». Руководитель городского Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова предложила наладить обмен творческими делегациями, рассмотреть возможность установления сотрудничества между театральными, музейными, творческими коллективами городов и пригласила Духовой оркестр Уральска принять участие во Всероссийском фестивале на сопках Маньчжурии. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками. Виктория Шарая, Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В День города самарцы отдали дань памяти трудовым подвигам предков. Торжественная церемония возложения цветов состоялась на Аллее Трудовой Славы, где в прошлом году появился мемориальный комплекс «Самара. Город трудовой доблести». С подробностями наши корреспонденты. Ценить настоящее и помнить о прошлом. В День города жители и гости Самары возложили цветы к стелле «Город трудовой доблести». Торжественной церемонии приняли участие вице-губернатор Юрий Рожин, глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев, главы районов, представители предприятий и общественных организаций, почетные граждане и официальные делегации городов-партнеров Бреста и Уральска. Я от лица Дмитрия Игоревича Азарова, нашего губернатора, хочу всех вас поздравить с очередной годовщиной рождения нашего городского округа. Прежде всего, конечно, хотел бы пожелать ветеранам труда нашим, те, которые ховали славу нашему городу-труженику, здоровья, конечно, а всем нам благополучия, мира, удачи, добра в доме и светлого неба над головой. С праздником, дорогие друзья! Глава города Елена Лапушкина подчеркнула, что сегодня Самара – промышленный, научный, культурный и туристический центр. Благодаря национальным проектам город получил новые импульсы для развития. Строится жилье, детские сады и школы. В разы увеличился объем модернизации городского хозяйства, дорожного ремонта, благоустройства скверов и парков. Но все это было бы невозможно без трудового подвига жителей Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Находясь здесь, на нашей легендарной безымянке, около стыла города трудовой доблести, я каждый раз задаю себе вопрос. А что было бы с нашим городом и каким бы он был, если бы не было тех людей, в честь которых мы поставили этот мемориал? Людей, которые на пределе своих человеческих возможностей трудились. Которые открыли свои дома для эвакуированных и делились с ними и хлебом, и кровом. Которые под открытым небом зимой и летом выпускали продукцию для фронта. И самое малое, что мы с вами можем сделать для них, дорогие друзья, это благодарно помнить эту память, передавать из поколений в поколение. И каждый раз говорить спасибо тем людям, которые позволили нам поздравлять друг друга с 436 днем рождения города Самары под мирным небом. Я вас, друзья, всех поздравляю. И пусть наша с вами память будет крепкая, о благодарности бесконечной. С праздником! Напомним, мемориал памяти в виде 26-метровой стелы и 10 информационных пилонов появился на Аллее Трудовой Славы в декабре прошлого года. После того, как Самаре было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Михаил Ермоленко, Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Василий Колдашов. События. В день рождения Самары прошло и еще одно торжественное возложение цветов. К памятнику основателя города Григорию Засекину. В 2022 году этой традиции исполняется 8 лет. Она зародилась в 2014 по инициативе, тогда еще главы города Дмитрия Азарова. Отдать дань уважения первому воеводе Григорию Засекину пришли самарцы и первые лица региона. Вице-губернатор Виктор Кудряшов, председатель губернской думы Геннадий Котельников, глава города Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев, руководители районных администраций. Дорогие мои, я вас всех поздравляю с нашим праздником. Конечно, Самара уже давно не крепость. Конечно, это красивый, промышленный, современный город, на благо которого мы все с вами трудимся. Будьте счастливы, пусть над нашими головами будет всегда мирное небо. А Григорию Засекину низкий поклон за то, что он наш город с вами начинал. Любимая Самара, мы гордимся, что ты у нас есть, что мы есть у тебя. Процветай, развивайся. Ну а нам, самарцам, здоровья, благополучия и новых успехов во благо нашего любимого города, нашей любимой страны России. С праздником, самарцы! Получили заслуженные награды. Глава Самары Лена Лапушкина отметила лучших работников городского хозяйства, медицины, образования и культуры. На сцене театра оперы и балета прошло торжественное городское собрание, приуроченное к празднованию Дня города. О тех, на ком держится Самара, в нашем сюжете. Громкие аплодисменты, счастливые лица и искренние поздравления. В Самарском академическом театре оперы и балета за особые заслуги наградили тружеников сферы городского хозяйства, медицины, образования и культуры. Глава Самары Елена Лапушкина вручила памятные подарки, отметив существенный вклад, который каждый внес в развитие региона и всей страны. Глава города обратилась со словами благодарности к руководителям предприятий, которые поддержали вынужденных переселенцев с ДНР и ЛНР. И выразила слова поддержки военнослужащим и добровольцам, которые сейчас выполняют задачи специальной военной операции. Также поздравить почетных гостей приехал и председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев. Мне очень приятно в этом зале видеть наших почетных граждан. Я преклоняюсь перед вашим трудом на благо Отечества, на благо нашего любимого города. И счастье в том, что такое торжественное собрание, если вы поставили здесь, с этой сцены, это тоже дорого стоит. В числе награжденных заслуженный артист России Владимир Гальченко, балерина Ильза Лиепе, дизайнер Евгения Руссу, архитектор Дмитрий Храмов, руководителя благотворительного фонда Ольга Шелест, директор школы Вячеслав Алексеев, архитектор Аделя Иваева, директор колледжа Татьяна Санникова, электромеханик Сергей Слепенчук, летчик Виктор Каратаев, общественный деятель Юлия Копылова и врач Александр Муравец. Эмоции, конечно, переполняют и от награждения, которое состоялось, и от выступлений, и от замечательного спектакля, который мы посмотрели. Наш любимый город Самара, я сказал свое выступление, я хочу повторить ту же мысль. Это уникальный город, который может объединять в себе бережные отношения к высоким традициям и самые эффективные модные инновации. Сегодня было очень хорошее мероприятие, исторический момент, мы вспомним, да, создание нашей Самары, крещение Руси. Я желаю жителям побольше улыбаться, поздравляю с днем рождения всех и каждого, и все, что происходит в нашем городе, это результат работы каждого человека. На сцене выступили творческие коллективы. Завершился вечер показом спектакля «Князь Владимир» с участием знаменитых артистов, балета и воспитанников детского музыкального театра «Задумка». На сцене соединились драма, современная хореография, классическая музыка и академическая живопись. Михаил Ермоленко, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. В эти выходные на площади Куйбышева прошел и масштабный концерт, посвященный 436-летию города. Известные и всеми любимые артисты поздравили город и его жителей. Концерт длился больше шести часов. В завершении вечера небо над площадью раскрасил праздничный фейерверк. О том, как прошло празднование, расскажет Александр Гусева. На площади Куйбышева, которая считается самой большой площадью в Европе, казалось, собралась вся Самара. Патриотический концерт «Мы вместе» – первый в рамках всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная». Призван воспеть такую разную, но красивую Россию. Концерт стал завершающей точкой в праздновании дня города. Для жителей и гостей выступали артисты, песни которых знает каждый. На сцену вышли Виктория Дайнека, Сергей Войтенко, Ольга Кормухина, Александр Маршалл, группы «Город 312», «Корни» и «Любе». Наверное, в судьбе каждого из нас должно быть так. Самый главный праздник в жизни, конечно, это собственный день рождения, а потом день рождения своего города, своей родной земли. Где ты родился, где ты вырос, где ты состоялся как человек. Самарцы согревались в танце, знакомились и общались, пели любимые песни вместе с артистами. На расстоянии выстрела, рассчитывать бессмысленно, что истина не близко, нет ли слух, и не повезутся бесконечные круги вместе, вместе. Очень хорошее настроение, потому что видим людей, которые представляют свой город или свой район, или свою область. И мы понимаем, как они гордятся теми местами, где они живут, в конце концов. Они говорят, вот встречают нас, допустим, и говорят, а вы у нас вот там были, а вы вот это видели, а вы вот это смотрели. И каждый хвастается своим местом жительства. Зрители наслаждались живой музыкой на протяжении шести с половиной часов. Кто-то напевал, другие зажигали фонарики на телефонах и вслушивались в каждое слово, звучащее со сцены. Самое главное, что люди понимают, что сейчас вот как-то вот не время бездумного селия, и заметили, как принимают песни, которые вот с таким смыслом более высоким, да, по-другому реагируют, и это радует. После выступления заслуженной артистки России Ольги Кормухиной и рок-музыканта Алексея Белова, на сцену вышел заслуженный артист России, рок-музыкант Александр Маршалл. Последними на сцену вышли участники группы «Любые», а их бессменный шлягер «Выйду я на поле с конем» пела вся площадь. Ну, это один из самых красивых городов по-божеству, если не самый. Приехали сюда в рамках вот этой истории, хороша родная, вот, развития внутреннего туризма. И это как раз одно из самых-самых сладких мест в России. В завершении праздничного вечера со сцены горожан с праздником поздравила глава городского округа Самара Елена Лапушкина. Самара большая, и Самара – это мы с вами. Совсем скоро будет праздничный салют. И я хочу вам всем пожелать, чтобы с каждым залпом праздничного салюта исполнялись ваши желания. Будьте здоровы, будьте счастливы, и пусть мирное небо над нашей головой будет всегда. С днём города! Последним аккордом праздника стал фейерверк, который озарил ночное небо над центральной площадью города. Александр Гусева, Сергей Баскин, Василий Колдашов. События. На этом пока всё. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Эфир продолжит сюжет на правах рекламы, а я с вами прощаюсь. До встречи. Он недавно хочет накопить на новую квартиру. Как пояснил мужчина, понравилось и то, что все операции проходят быстро и, главное, онлайн. Здесь проще. Зашёл в приложение, выбрал билет, какой ты сам хочешь. Нажал на пару кнопок и всё, ты его приобрёл и ожидаешь, когда будет розыгрыш. А так, ну, впервые пробую утрейный билет приобрести. То есть оказалось это куда проще и интереснее, нежели там, допустим, стоять в очереди в киоск. Чтобы принять участие в розыгрыше 100 миллионов рублей, достаточно зарегистрироваться на сайте национальнойлотерея.ру и перейти в раздел «Мечталион». Остаётся выбрать билет и ждать результата. Лотерея проводится при поддержке Министерства финансов Российской Федерации. Первые результаты лотереи «Мечталион» участники смогут узнать уже 1 октября. Розыгрыши будут проходить каждую неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok